И всем привет, ребят, с Мистер Байкейсю записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, а именно приобретению новых специальных предложений в рамках нашего нового ивента Постройка Постреляйка. Плюс зацепим вчерашние обновления и списка, которые я не обсудил вместе с вами. Поэтому рассмотрим мы их сегодня, посмотрим, что же там такого поменялось, потому что поменялось довольно-таки большое количество разных всяких вещей. Поэтому посмотрим, разберем. Ну а если вы ждали подобного рода видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать его лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка рыва аккаунта, кистоте ему личный такток ТМП, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего замечательного нового ивента, то мы приобретаем на двух моих аккаунтах его. Буду я в нем, можно так сказать, участвовать. Ну и посмотрим, что у нас по итогу из этого всего дела получится. Да, получится ли нам в нем прям хорошо зафармить, либо же фарм не будет столь суперский и крутой, но в любом случае приобрести все это дело надо. И надеюсь, что у нас-то забрать как минимум те интересные устройства, которые я хочу получить на свой основной и на второй аккаунт. Буду стараться брать разные устройства, чтобы у меня было как можно больше всяких МБУ-устройств на аккаунтиках. Что касаемо вчерашнего списка обновлений, мне очень многие просили, чтобы я высказал свою точку зрения, мол, записал, что там поменялось, потому что поменялось очень большое количество пушек по балансу. И давайте быстро вкратце пройдемся по всему этому делу. Звук для эффекта выстрела для рельсы заходит. Изменена логика работы устройства минер для всех корпусов. Вместо фиксированного числа защищаемых мин, теперь устройство сохраняет только 70% из установленных мин после каждого респауна танка с минером. Спасаемые мины выбираются случайным образом. Предыдущая механика позволяла устанавливать мины значительно чаще, если самоуничтожался танк после каждой установки мины. Новая механика не только защищает от ускоренного минирования, но и добавляет контрплей. Теперь у атакующих есть возможность ускоренного разминирования, уничтожения минера, а минер должен помнить о своей защите, чтобы поддерживать максимум мин в обороне. То есть это по сути нерв минера, а может быть даже и тотальный нерв минера, потому что у нас добавляются на васпы хантер возможность отключения всех этих мин. Это значит, что минерчик скоро поедет до дома и у него не будет вообще никакого шанса реализации в хорошем смысле. Адреналин опять нерфится. На жигу занерфлен, на фриз занерфлен. Шоковая заморозка. Я так понимаю, апается. Ап шоковой заморозки? Стандартный урон был минус 15, стал минус 5. Апают шоковую заморозку. Она и так имбовая, они еще и апают. Устройство пульсар шанс критического урона становится меньше. Значит, тоже нерв. Изида. Реактор на аномасы. Потребление энергии при атаке. Плюс 50, стало плюс 20. Потребление энергии. Это значит, что лучше доработает. Восстановление энергии при уничтожении цели. Плюс 100, стало плюс 50. А, значит энергии восстанавливает меньше. То есть, ну, грубо нерв. Устройство пульсар минус 30. Пульсары, короче, я тоже понял, нерфятся. Теслу! Ну, наконец-таки нерфят эту Теслу! Божь ты мой! Дождался я нерфа этой Теслы. Но Теслу нерфят на 0 сколько? На 0,9 секунды? Ну, как будто бы, не знаю. Надеюсь, что это будет чувствоваться. Просто Тесла мне уже очень сильно надоела. И я надеюсь, что ее просто убили в хламину. Устройство адреналин. Занерфлено. Электропушка. Урон шаровой молнии плюс 40%. Апнули. Пульсарчик. Шанс критического урона тоже занерфили. То есть, электропушку апнули на Теслу. Сама Тесла занерфлена. Это очень хорошо. Молот. Адаптивная перезарядка. Время перезарядки магазина плюс 25. Было плюс 20. То есть, время перезарядки стало дольше, да? Время перезарядки между выстрелами минус 20. Быстрее. Короче, что-то Орех решил тут все устройства по перебалансе. Стандартный урон плюс 75 стал плюс 80. Крит плюс 40. Апнул. Штурмовая кассета между выстрелами перезарядка стала меньше. Время перезарядки магазина стало меньше. Устройство. Крупнокалиберная картечь. Крит плюс 20. Еще апнули устройство. То есть, крупнокалиберка стала интересней. Блондербаз стал интересней. Тяжелый слагерь. Скорость. Ускорение поворота башни. Ну ладно, это поворот башни. Это ладно. Твинс. Турбо ускорители. Стандартный урон. Минус 30%. Был минус 70. Значит, апнули турбо ускорители на Твинс. То есть, по сути, все устройства, которые добавляются в новом ивенте, их всех Орех решил поапать. Да, чтобы... Ну, в большинстве своем. Чтобы они как раз-таки были более актуальны. После тех моих слов, что это просто слабые устройства, которые ничего не могут. Орех решил все эти слабые устройства взять и апнуть. Чтобы я потом сказал, что это лучшие устройства. Чтобы потом их опять занерфить. Ну, многоходовочка такая, рабочая. Устройство пульсар. Шанс критического. Минус 16, стал минус 30. Пульсары. Короче, все пульсары, я смотрю, нерфятся. Просто все пульсары нерфятся. Шреддер. Время перезарядки меньше. Значит, ап. Пульсар нерв. Разрывная лента. Радиусы больше. Значит, тоже ап. Прорезиненные снаряды. Скорость снарядов. Тоже апнула. Зажигательную ленту. Время перезарядки. Тоже апнули. Короче, на Вулкан все устройства апнули. Кроме пульсара. Смоки. Устройство штурмовые снаряды. Скорость. О-о-о-о. Штурмовые снаряды занерфили. Мое любимое устройство. Просто в хлам убили. Устройство высокоточного прицельного. Время перезарядки. Увеличено. Стандартный урон увеличен. Крит урон увеличен. Скорость снарядов уменьшена. Ясно. Супер кумули. Критический урон под берсиком микрона снижает до уровня остальных устройств. Понял. Устройство автопушка. Шанс крита. Увеличен. Автопушку апнули. Короче, поапали устройство, на которое кирпич надо положить. Я понял. Устройство разрывные снаряды. Радиус максимального взрыва. Три метра больше. Радиус среднего взрыва больше. Радиус минимального взрыва больше. Средний урон взрыва 90-50 под нерфили. Минимальный урон взрыва повышен. Радиус критического взрыва повышен. Короче, тоже это устройство апнули. Пульсар занерфили. Страйкер. Охотник. Апнули. Тандем. Ну, тоже, наверное, апнули. Да. Тандем тоже апнули. Те устройства, которые плохо работали на страйкер, их решили апнуть. Гром. Радиус критического выстрела. Апнули. Строгая погрузка припасов. Так. Гром. То, что апнули, это очень неплохо. Строгая погрузка припасов стала сильнее. Скорпион. Пусковая установка копьё. Время перезарядки залпа. Стало быстрее. Ещё апнули устройство. Рельса. Устройство дестабилизации снаряда. Стандартный урон минус 50. Стал минус 25. Критический плюс 2. Ух ты! Дестабилизацию просто апнули космически. Как будто бы сегодня записываю с дестабилизацией видеоролик на мега доната, ребяточки. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот это устройство будет люто имба, как будто бы. Устройство компульсатор. Весник смеси. Скорострельность без уничтожения противника больше не замедляется устройством. Устройство гиперпространственные снаряды. Зарядка перед выстрелом минус 10%. Устройство крупнокалибр. Стандартный урон стал меньше. Перезарядка стандартных выстрелов стала дольше. Крит урон 39. Не знаю, зачем нерфит это устройство. Оно и так вроде как было не сильным. Суперсоленоиды. Урон залпа апают. Может быть будет ваншотать. Минимальный снайперский урон у шафта чуточку стал больше. Восстанавливающий злотачили. Стандартный снайперский урон минус 35%. Занерфили. Терминатор. Перезарядка. Между выстрелами стало медленнее. В механику пушки добавлено снижение урона от расстояния. Дальность 100% до 90-120 метров. Дальность снижения урона 90%. Так, короче, тут нерф, я понял. Васпик, Хоппер. Теперь Хоппер в подрывном прыжке уничтожает. У, даже Хоппер уничтожает мины. Ничего себе. И Хоппер, и Васп, и Хантер. Все они уничтожают мины под овердрайвами. Гранаты. Добавлена механика уничтожения мин. В радиусе подрыва гранаты. Даже мины и гранатами будут уничтожаться. При автоматической смене ника. Игроку теперь выдается одно бесплатное переименование. Исправлены мелкие баги. Обновлены цены в магазине для некоторых регионов. В целом, очень большое количество всяких разных изменений. Больше, конечно, нерфов, чем апов. Но все апы, которые есть, это, по сути, связаны с грядущим новым ивентом. Чтобы те устройства, про которые я говорил, что они не нагибают и у которых нет веса. Орех решил их быстренько все подапать, чтобы они стали интересные. Все их можно протестировать в ближайшем будущем. Пишите только лишь, какое устройство вы бы хотели увидеть первым. Первое устройство, в принципе, для себя я уже нашел. Которое сегодня будет на мега донатном аккаунте. Это дестабилизация снаряда. А так, в принципе, баланс меняется очень-очень жестко. Ну и посмотрим, что из этого всего дела получится. Пишите, что вы думаете по поводу этого всего дела. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.